это ничто это мы пишем сейчас и бы видел что они мне сняли вообще в хоккейные раздевалки это было хорошо это шоу там знаешь сколько просмотров причем народ знает он из профессиональных и стоит ржет все время ну что друзья он ржет над чем над нами над моими масками сейчас будешь слушать о чем что я про тебя говорю да давайте давайте я честно говоря лучше лучше если а если вы немножко так сказать да отлично давайте я скажу про костю крымского и про геру да пишет замечательные люди гера грач костя крымский александр яге и ваш бессменный ведущий гена грач нет мид мудров сергей мудров хочется сказать об этих людях только самые положительные слова вот независимо от того что они сейчас будут примерять при вас осторожно они сейчас начнут примерять такое что в кадре это будет не очень прилично выглядит тем не менее это замечательные люди великолепные певцы и все что они будут говорить сейчас про меня это чистая правда я ухожу пусть они говорят правду про меня нет уж ты нет уж ты слушай мы послушали тебя теперь так друзья мои я не буду я не буду слушать я хочу сказать про вот этого волосатого парня который рядом с нами да вы не смотрите он не хиппи он нормальный пацан вот поэтому на самом деле события очень выдающийся я считаю для россии произошло что у нас вот наш друг сегодня с группой смоги ну немножко так шевельнул нашу российскую эстраду и показал что мы тоже что-то можем мы я говорю почему потому что там где саня там и мы там где мы там он вот и вот это наше сотружество она дает нам право как бы говорить что мы сегодня сделали очень много вот кстати вот алексин нас покидает спел про велосипедики и свалил короче как всегда вот мы в кадре так что ты можешь подойти ничего страшного да ну покажи свое лицо вот и далее вот это вот это косматые то что вы увидели это был алексин спасибо да и андрюш я вам сказал гена врач короче это описывать нет не стой сайт сами подожди еще одна тебя дойдем кого ты проводить должен звоню из самары короче вызываю пьяного таксиста у меня машина стоит в аэропорту а связь плохая и говорю гера грач напишите на табличке прилетаю короче во внуково смотрю на таблички ну нет меня реально потом возвращаюсь взглядом чувствую что-то знакомое написано вера врач я подхожу говорю слышь не гера грач наверно а мне сказали вот так написать вера врач игру связь плохая так что это вера врач если чё это я друзья это замечательные люди сидят кстати наш бум он шансонный между прочим а также я думаю что это крифей нашей эстрады потому как в ближайшее время герой герой учиться с часами а у тебя куранты что ли ютю такие простенькие куранты люди того я знаете о чем сейчас хотел сказать но это свет бомонд наш да то есть это те люди которые несомненно останутся и дальше колотить эту нашу волшебную эстраду к из безусловно естественно что-то в нее привнесут свое и в потушке будут такие золотые таблички которые мы сегодня видели золотые таблетки будут золотые таблетки и лечить нас будет вера врач нет я сейчас к чему это все говорю что вот у саньки прошел концерт да мы же похвалили его все похвалили давить похвалили же до однозначно молодец хвалил я вообще я его так похвалил что даже слов нету как его похвалил а вот смоки никто блять не похвалил ну смоки они просто уже есть понимаешь они есть я себя помню молодым я слушал смоки еще там я уж не помню 78 год по моему да ну это такое что они как будто вот уже настолько вот в елис уже у нас есть они вот и все как радио как дипиопол как вот на заре смоки вот это вся одна вот эта тема которая она есть поэтому но как-то вот они не ну короче весь английский шансон ну типа того да типа того да да а я вроде сразу честно вот саня пел да ну ладно когда сашка мил он скажу честно так сказать музыкальная часть меня не тронула нисколько а текстовая до меня затронула про маму песня песня про любовь каждая песня меня трогала и я будучи уже человеком за 40 теперь уже ну давно уже но давно скажи правильно около пятидесяти какие-то сентиментальные чувства испытывал и да мне наворачивалось там какие-то там здесь капельки дождя и я был тронут его исполнением правда молодец ну красавец вот а когда смоки сделали свои вещи меня просто вот сердце колотилось в такт мучки бочки потому что так как играл барабанщик смоки это вообще никогда не уже ну народ ждал хитов я не знаю кто был на концерте к там кто видел но начало концерта как-то ну так непонятно смоки наш без крис нормана и вроде ничего не хватает да играют здорово гитарист все все здорово вот хитов ждали и как только они заиграли